С днём рождения, что ли? Да? А что ж ты думала, мне Нобелевскую премию дали? Ну, конечно, за песню такую, как не отрекается любя, можно. Ну, спасибо. Сколько лет я её пою, и она остаётся просто главной в репертуаре, наряду с новыми песнями, но эта песня главная в моей жизни. Я жутко рад тебя слышать. Я всегда, когда говорю, то я говорю, что эта песня была написана, ты помнишь, сперва для спектакля она прошла в Театре Кушкина, а потом жизнь дала этой песне именно ты. Я всегда об этом говорю и всегда благодарю тебя за это. Я никогда не забуду первое исполнение этой песни в зале Чайковского. Помнишь, как мы боялись, и оркестр боялся? Я была такая как-то нераскрученная особо, то есть меня все знали, но не особо доверял весь союз композиторов. Ни тебе, ни мне толком. И когда эта песня прозвучала на пис зале Чайковского... Нет, это я должен рассказать. Это было нечто, так сказать, невероятное. Дело в том, что союз композиторов предложил, спросил меня, что я буду показывать на этом каком-то фестивале «Московская осень». был такой фестиваль, где были концерты песенные. Вот. И тут было много всего, значит... И я сказал, Пугачева с песней «Не отрекаются любя». И мне сказали... И заминка. И сказали, надо, чтобы она спела две песни. Я говорю, ну пусть, если она согласится, пусть она споет две или пять. Вы согласились, Эл Борисович? Нет, я сейчас скажу, она забыла, наверное. Она сказала, я могу спеть, если хотите, там, песню такую. Это свою песню ты назвала, она еще «Горбонос» была тогда. Точно. Вот. И ей сказали, вот, да нет, не члены союза композиторов, нельзя. Тогда Пугачева им сказала, и они мне с негодованием передали, что я собираюсь петь два раза. Песни «Не отрекаются любя». Если меня вызовут на бис. На что все усмехнулись, сказали, ну-ну. Вот. И когда закончилось первое отделение, после этого был бис, и я никогда не забуду, как дважды она спела совершенно по-разному песни. Совершенно, вот как будто два разных человека. Ой, Марик, я должна тебе сказать, что я уже столько лет ее пою, и каждый раз по-разному. Серьезно? И я каждый раз вижу слезы на глазах у зрителей, и должна тебе сказать, что, пожалуй, только в одной песне у меня прошибает слеза. Ты знаешь, я тебе хочу как раз предложить вот песню из этого нового фильма, который вот должен появиться на стихи Леши Кортнева, мне она нравится. Мне еще должна понравиться. Ты же знаешь, какая я противная. Ну, так я понимаю. И еще я хочу тебя благодарить за дочь свою, потому что все-таки песня «Вербочки» сделала ей очень большой, так сказать, ну, сдвиг, что ли, популярности. Спасибо. В общем, я желаю тебе удачи. Я занимаю, по-моему, все это эфирное время. Вот, целую, обнимаю. Привет семье. Для вас, Алла Борисовна, у нас всегда есть время. Мало того, у нас есть подарок. Давайте с вами проследимся чуть-чуть. Давайте. Давайте. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А ты придёшь, когда темно, когда в окно ударит вьюг, когда припомнишь, как в окно не согревали мы друг друга. Да, ты придёшь, когда темно, и так и захочешь теплоты, не полюбившийся когда-то. Что переждать не сможешь ты трёх человек? Вот, как захочешь теплоты, за это можно всё отдать. И до того я в это верю, что трудно мне тебя не вдать. Вер, сиденье, не отходя, ты верю. За это можно всё отдать. КОНЕЦ Не отрекаются, любя. Ведь жизнь кончается не завтра. Я перестану ждать тебя. А ты придёшь, совсем внезапно. Не отрекаются, любя. Не отрекаются, любя. Не отрекаются, любя. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры подогнал «Симон»